Приветствую вас, меня зовут Ирина, если кто со мной еще не знаком. И сегодня традиционно, вот уже много лет подряд, я снимаю обзор своего заказа, а также продуктов, которые идут в текущем каталоге с хорошей скидкой. Это продукты, которые я безгранично люблю и готова покупать вновь и вновь, когда они заканчиваются. Эти продукты, несмотря на то, что у меня очень много косметики, всегда рука тянется к ним. И я буду его листать вместе с вами по страничкам, чтобы вы могли понимать, ориентироваться, на какой что-то страничке находится, какая категория, и постепенно буду рассказывать. И сразу хотела простить за мой голос. У нас были вообще потрясающие бомбические дни в Питере. У нас был синдерджи-форум, мегафорум. На корабле у нас была своя тусовка, команда, и мы встречались. Потом был банкет директоров. Ходили в Эрмитаж. В общем, четыре дня у нас были просто потрясающие. Погода в Питере была не очень. В принципе, мы очень хорошо сильно веселились, пели от души. Поэтому у меня такой тембр голоса. Питер, Питер. Кстати, я три года жила в Питере, когда была маленькая, училась в первом классе. Memory. И первая страница каталога — это парфюмерная вода магнетиста, которая покорила не только женщин, но, самое главное, мужчин. И у нас уже ходят легенды, уже ходят истории, что как замужние, так и незамужние девушки говорят, что мужчины обращают совершенно как-то по-другому внимание. И с девчонками хохотали, что одна говорит, Катюшка говорит, я вот помазала спромником, а я смотрю, у меня муж, он прям как-то вертится, вертится, вертится по-другому. Он сам не понимает. И я так начинаю, думаю, что такое, что такое. И я понимаю, что что-то происходит. И это происходит на каком-то непонятном уровне, вербальном уровне. Здесь афродизиаки есть, и это на ощупь доказано. Этот парфюм, который еще не было такого класса в Арифлейм, он такой восточный, приятный, теплый, черно-смородина, пассифлора, сандал, согревающий, но в то же время он не навязчивый. Он приятный, я бы не сказала, что это 100% мой парфюм, когда вот я влюблена, и мне нужно постоянно его наносить, наносить. Он приятный, он приятный. Но что-то, понимаете, он и похожий, знакомый. Но сейчас рука у меня тянется почему-то вот к этому парфюму. То есть я вам рассказываю то, что со мной происходит, потому что каждый аромат у меня ассоциируется с чем-то. Вот, у меня, например, я на банке директоров, и на все брала вот этот аромат, Giordania Gold. Вот, к каждому времени суток, к каждому настроению, платьишке, одежде, наряд, у меня соответствует свой аромат. Значит, вам рекомендую это взять пробник и туалетную воду. Протестируйте пробник. Если вы поймете, что это ваш аромат, вы забираете туалетную воду. Если вы понимаете, что как-то что-то не то, какой-то момент, и это касается вообще всех ароматов Арифлейм, то вы сдаёте по накладной в компанию, и вам деньги возвращают на предоплату номера. Но что однозначно должно быть, это как минимум пробник этого аромата, потому что он вызывает чувства. И я думаю, что нет ни одной женщины, которая не захотела бы обратить на себя внимание какого-то мужчину, супруга, любимого. Нам нужны чувства. Без этого мы не можем жить. Правда же? Следующая страничка и тушь Термендос, которая, да-да-да, она нашумела. Имеет бешеные продажи, наверняка вы уже с ней знакомы. Щёточка, к которой нужно привыкнуть, но она даёт великолепнейший объём. И в этом каталоге при заказе двух она всего лишь 249 рублей. Классное предложение, классный эффект, и мы, да, рекомендуем. У меня уже есть макияж, и листая страницей, я увидела, что идёт классная акция на тушь для бровей. И это прикольная штука, и я рекомендую обязательно, есть в двух оттенках, что вы делаете. Мало того, что классический способ, вы можете подкрасить вашу бровь, тем самым ещё и уложить её, но в то же время это фишка, которую я пользую сейчас. Очень часто, я уже это сделала макияж, я что-то как-то не заметила, что это тушь со скидкой. Я беру кисточку и набираю, набираю вот тот тушь. И что я делаю дальше? И я прокрашиваю волоски бровей. А дальше я выкладываю волосок за волоском и создаю эффект. У меня уже просто бровь подкрашена, то есть вот таким способом я добивалась нужного мне эффекта. Несмотря на то, что у меня татуаж, после определённого времени брови, они становятся более серыми. Либо нужно ещё идти на докоррекцию, а это правильно, и не ходить пять лет с синюшными бровями, либо всё-таки подкрашивать их немножечко, то есть и получается у меня вот такой вот эффект при помощи кисточки. Видели, я подправляла макияж, использовала зеркальце, а зеркальце у меня с моей любимой палеткой. И каждый раз всё больше и больше дыра на дотёрто. Интересно, какая она будет в следующем каталоге, я буду вам показывать. Это вот те продукты, которые со мной, ну, постоянно. Помады, 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 не буду обращать пока на них внимания, потому что я вам расскажу о новиночках и также новиночках следующего каталога. А мы, листая дальше, переходим вот к такой страничке, где у нас крем-тон 10 в 1 АЗ и хайлайтер. Начну, наверное, с хайлайтера. Хайлайтер очень сильно люблю, но его использую всё-таки как... Больше смотрите сейчас. Давайте покажу зону декольте, хотя я вам хотела немножко другое показать. Когда вы берёте немножечко, да, и вот так вот проводите по вот этим вот косточкам, и они у вас подсвечиваются. Также не забывайте добавить объёма вашему берсту, визуально немножечко его увеличить и привлечь внимание. Вот. Привлекаем, привлекаем. Это такая лёгкая подсветка и роскошь. Также можно... И что мы получаем? Мы получаем роскошную кожу. Мы привлекаем внимание к декольте. Мы привлекаем к тем участкам, которые нам нужны. Может быть, где-то у вас плечики. Я всегда использую для ног обязательно. Это у меня уже второй. И когда я ездила в Сибирске, Светлана Волкова делала макияж себе. И я посмотрела, она так классно им работает. То есть у меня всё-таки жирная кожа, а она... У неё сухая. И она начинает именно с подсветки, она начинает работать с ним, а потом уже накладывает тональный крем. И кожа, она вообще невероятная, она бомбическая, она подсвечивается, она становится очень-очень крутой. Рекомендуем продукт это да. Азет. У меня три оттенка. Это фаворит. Наверное, полугода, как только он появился. Более полугода только-только им использовала. Разные оттенки я мешала. В зависимости от того, какой мне тон нужен на данный момент времени. Мой оттенок загара был. Очень-очень люблю. Ну, видите, насколько там использовала. Пока не пришла новая тональная основа. А это матирующая тональная основа, пудровая тональная основа, которая трансформируется. И она капризная. Она капризная. И с ней нужно разобраться, как её использовать. Но когда вы разберётесь, ё-моё, это будет вашим фаворитом. Потому что кожа, она становится другой. Она становится бархатистой. И я заметила, что я меньше тянусь за салфеточками, чтобы убирать жирный блеск. А он у меня вообще просто с любой тональной основы. Он, ну, ну, вы сами понимаете, у кого жирная кожа. И она шикарная. Она роскошная. Минусы надо подобрать. Надо понимать, что её нужно использовать совсем чуть-чуть. Прям тончайшим слоем. Она разносится обязательно влажным спонжем. Но тот эффект, который она идёт, и с ней не нужно припудриваниясь. И в своём уходе я вроде бы ничего особого не поменяла. Но с этой тональной основой вот что-то происходит. Может быть, ещё и... Ну, может быть, ещё и... Кстати, кстати, может быть, ещё и Акваглоу как-то действует. Потому что моя кожа становится круче, увлажнённее. Она более ровная, здоровая становится кожа. И, ну, больше всего я использую вот это. Потому что Акваглоу я буквально немножечко попробовала, потому что времени не было. Об этом ещё вам расскажу. Антивозрастная основа Эликсир у нас со скидкой идёт. И здесь, да, как раз-таки на осень кожа становится более сухой, обезвоженной. И это средство хорошо подойдёт, если вы хотите эффект хорошей, роскошной, дорогой, холёной кожи. Также её используют. Я её пользуюсь не часто. Только лишь потому, что у меня комбинированная жильная кожа. И подсветка. У меня подсветка, она просто... Я свечусь вся. У нас перезапускаются легендарные румяна Джантани. Каждый шарик создан вручную. Это итальянские технологии. Выпускается в Италии. И чем я часто пользуюсь? Вот если шариковыми румянами я резко стала пользоваться, почему? Потому что я их разделяю по зонам. И мне больше всего нравится... Вот зашла сейчас вот такая вот палетка, да, я вам честно рассказываю. То вот такие румяна, точнее, пудра в шариках. Ей пользуюсь часто. Мне нравится роскошный, изысканный, тонкий, такой тончайший или итальянский, шикарный аромат, такая легкая вуаль. Когда я наношу в качестве пудры, она настолько тончайшая, настолько легкая, и она в то же время матирует. Это вот, знаете, как дорогое женское белье. Только ты знаешь, что оно на тебе, да. Вот, это какой-то шлейф. Поэтому я рекомендую ее использовать. Мне очень нравится. Даже чтобы не путать, посмотрите, сделала вот такой вот лаком, да, пометочку, что это у меня пудра. Следующая страница – это линейка Giordani, новая кремовая помада у нас. В прошлом каталоге рассказывала о ней. И тушь. Вот если взять все туши в Reflame, какие я больше всего покупала, это не пять в одном, а это вот именно эта тушь с такой щеточкой. Это самая моя любимая. И если, конечно, даже сравнивать с новинкой, вот этой вот, да, сто процентов, это останется любимой, это второе место, а потом уже тушь пять в одном. Это мой рейтинг топ-3 туши в Reflame. Это щеточка. Почему? Вот с этой щеточкой очень круто прокрашиваются верхние реснички, но тяжеловато нижние. С этой щеточкой я прокрашиваю и верх, и низ. А если взять пять в одном, то мне нравится больше эффект, когда я прокрашиваю нижние реснички, потому что мне нужно обязательно прокрашивать одну к одной. Поэтому сто процентов. Этот тушь подходит всем. И кто пробовал, любовь на века, как говорится. Мы видим бальзам для губ. Этот бальзам должен быть в каждой косметичке на осень. Сразу достается ящичка. Почему? Потому что мы можем дома губы где-то не красить, но из-за того, что сейчас будет батарея, холодный воздух, все начинает губы у нас сушиться, лопаться, трескаться. Поэтому они должны быть увлажнены как у вас, так и у ваших деток. Приставлю дальше страничку. Это лаки для ногтей. Я забыла, когда в последний раз ими пользовалась. Даже у меня есть новая коллекция, которую мне дарили как официальному обозревателю, когда я снимала видеообзор в Москве. И я ими не пользуюсь. Но на банкете смотрю, у Катюшки Недорезовой просто шикарнейшие ногти. Такие красивые. Такой нюд. Вот что-то вот в таком. Вот такой какой-то оттенок у нее. Ой, какие классные. Коротенькие ноги, ноготочки, аккуратненькие. Ой, как классно. Это шелак? Она говорит, нет, это Арифлейм. И вообще, то есть, говорит, ей хватает на 7-10 дней. Она делает с покрытием. Я такая, может, все-таки хотя бы на зиму уйти немножечко от ногтей, чтобы они отдохнули. В общем, я посмотрю. Страничка. Это новая матовая помада One Color. И на мне, вы видите, оттенок называется нюдовый беж. Вот он здесь. Как он смотрится на картинке, как на губах. Мое первое впечатление, это какое-то легкое разочарование. Я не могу понять. Но, с другой стороны, когда я приехала с Пальмы до Майорки, я получила заказ. И потом, буквально через неделю, я улетела в Питер. Были пробники, где-то я ими брала. Но я не распробовала. Я хотела даже снять вам все оттенки, все свотчи, но не было времени. И на обум, уже после банкета директоров где-то в потемках, я заказала первый попавшийся оттенок. Думаю, ну нюд он есть нюд, он всегда зайдет. Вот что-то мне в ней не нравится в этой помаде. Что я пока не могу понять. Ну, во-первых, запах. Запаха нет. Если мы в других помадах чувствуем какой-то легкий, нежный потон, то здесь напоминает потон старой помады. Но это как для меня. Вот что-то такое непонятное. Хотя мы наносим, и он улетучивается. Просто здесь есть сейчас такой тренд, что помада типа без запаха. Но помада без запаха по определению не может быть. Потому что там есть воск, там есть компоненты. Я забыла, как они называются. Они натуральные. А они априори натуральные, эти компоненты. Они вонючие, они пахнут. И специально добавляют другие ароматизаторы, чтобы выбить этот компонент. Вот. Что-то легкие. Но когда красишь, потом это исчезает. Вот, может быть, это мне не нравится. Потом, когда я только первый раз наносила, она реально была суховатой. Я прям вот растирала. Я чувствовала, что это мне комфортно, мне это не нравится. Но потом, убрав первый слой, прокрасив, в принципе, она пошла. Поэтому однозначно своего мнения я сейчас об этой помаде сказать не могу. Скорее всего, я запишу отдельно обзор, где сделаю все новинки, все пробники, протестирую, покажу вам, как они работают. И уже скажу свое точное мнение. Соседи! Сколько можно делать ремонт? Уже полтора года допят. Кто вверху, то внизу. Сделала сочи я помад, но и нарисовала наоборот. Да, если перевернуть руку, но, думаю, ничего страшного. Давайте вместе сравним. Это нюдовый беж, второй оттенок нежный лиловый, мягкий персик, розовый коралл, страстный красный, розовая вспышка, оранжевый закат, неоновая фуксия и последний, самый интригующий, спелая слива. Уже более двух часов помада ведет себя очень комфортно, хорошо, она не сушит губы, если бы это была прям матовая-матовая, сухая помада. Нормально, нормально. Буду тестировать дальше, напишите в комментариях, зашла вам эта помада или не зашла, ее нужно распробовать. Небольшой форс-мажор, а он всегда случается, я начинаю записывать видео, у меня дятлы работают, плюс у нас начинается командное обучение, вебинар, и что-то происходит с комнатой, мне пришлось брать микрофон. В общем, больше часа я проводила эфир. И прям вместе с вами хочу показать, как работают вот такие вот спонжики. Я забыла, я заказала этот спонж и забыла его взять с собой, как планировала в Питер. Эти спонжики, они, видите, вот как выглядят, здесь их два. Вот, что очень удобно, что когда вы помоете спонж, он не протухнет у вас, как в принципе часто такое может быть. И когда вы берете спонж, чтобы делать макияж, свою косметичку, и закройте ее, он может протухнуть, потому что вы должны всегда мыть спонжи. Вот, и этим спонжем можно как носить, тональный крем, я вот сегодня носила так, и, например, сейчас у меня из-за того, что были активные съемки, я могу вот так промокнуть. Вот видите, то есть жирный блеск убирается. То есть не припудривать ни в коем случае, а просто промокнуть, чтобы убрать жирность. Все. И эти спонжики можно стирать. Вот, они есть в каталоге. Сейчас на эту страничку ссылочку покажу. И одновременно, просто мы уже говорим про тональный крем, я себе приобрела вот два таких спонжа, потому что не могу жить без спонжа. Они должны у меня быть всегда про запас. И спонжи, это такие, они непредсказуемы, в любой момент они могут протухнуть, потому что каждый день, когда вы их моете, какая-то, где-то недомыли, где-то недосушили, в ящике у вас лежат, чуть, если чувствуете, что чуть-чуть пошел запах, все, выбрасывайте, все, там размножаются бактерии. Поэтому они должны быть у вас всегда про запасе. Мне нравились, честно, больше фиолетовые, которые раньше были, сейчас делали зеленые, ну, в принципе, сейчас я к ним уже привыкла. Но когда только появились вот эти, у меня был какой-то дискомфорт. Итак, смотрим, спонж для макияжа 269 рублей, матирующие многоразовые салфетки стоят 299 рублей в футляре с зеркальцем. Шелестая странички, тени, вот буквально бы раньше я кинулась бы на эти тени, я бы хотела, но сейчас у меня немножко повысилась планка к теням, я настолько стала уже разборчива, я беру самые лучшие в мире тени, они стоят очень дорого. Последнее мое приобретение это в Пальме-де-Майорка палетка Некид Ханни Мед, вот такая вот гамма, макияж на мне. И сейчас у меня тянется рука еще попробовать тени Наташа Денона, там палетка стоит 10 тысяч. Как вы понимаете, как бы такие компании, вот наша компания концентрируется на уходовых средствах, на велнессе, они просто безграничное количество денег вкладывают в инвестиции. Есть компании, например, как Urban Decay, они в основном по тенюшкам, например, тени, какие-то декор, и они вкладывают в разработку, в оттенки, в форму. Сейчас, вот понимаете, вот сейчас новые тени, там каждый квартал выпускать совершенно новые технологии, да, и туда миллионные деньги вкладываются, например, вот даже Наташа Денона, 129 долларов стоит ее палетка, но в России еще пока нет. То есть, и так же, как и вот Urban Decay и Honey, это только сейчас они в Европе появились, но вот, ну, это мой фетиш, как бы я это люблю, поэтому, вот, как есть, так есть, я вам честно вам рассказываю, то, что у меня на душе, я говорю, я всегда за честный обзор, то, что мне нравится, если будете спрашивать меня, я не буду говорить, да, это только тоже Арифлейм, нет, это не Арифлейм, когда у меня макияж с Арифлейм, я вам говорю, там, вот это, вот это, да, ну, это сейчас мое настроение, и я девочка, которая, у меня есть такой лозунг, каждый день новый макияж, я не люблю ходить в одном и том же макияже, сколько-то, потому что такое многообразие можно всего творить со своим лицом, и я всегда говорю, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь те, кто не умеет краситься, и просто ленивые, вот все. Раздел это кисти, что у меня, кисти для меня очень много значит, еще у меня здесь на столе кисти лежат, я вам покажу, я считала, как-то у меня кистей более чем на 50 тысяч, чтобы муж не услышал, вот, да, потому что я вкладываю, инвестирую в кисти, потому что они должны быть очень хорошего качества, у меня здесь есть как Арифлейм, так и кисти совершенно разных марок, раньше я была фанат кистей Мак, сейчас Мак испортился тем, что они стали делать кисти синтетические, да, это такой бум, что многие сейчас приходят на синтетику, а тем самым уже, ну, немножечко другой, то есть та же самая растушевочная кисточка 217, кто ее вот сейчас брал, она уже испортилась, что по поводу Арифлейм, кисти, которыми я сейчас пользуюсь, и вот это для румяна, мне понравилось, нет, я не хочу никого, даже вообще, даже близко брать, какие-то другие, как вот это вот Арифлейм, именно для хайлайтера, просто бомбически растушевывает, нежненько, ничего лишнего не делает, безумно-безумно люблю ее, также у меня кисточка для пудры, она мне очень понравилась, она приятная, мягкая, очень классная, вот, люблю вот эту кисточку, но ее использую не как растушевочную, например, 217 Мак, или вот такие вот, как, сейчас Зоева себе взяла кисточку, где была, в какой стране, это в Чехии, по-моему, я взяла Зоева кисточку, не могу найти в России их, но вот прикольный бочоночек, вот, но вот это я использую, то есть я наношу, когда под глаза консилер, после этого спонжиком прорабатываю зону, и вот в этих вот местах, именно как консилерная, видите, она у меня вся в консилере, то есть я ее использую, вот она мне очень круто зашла, что еще, и вот у нас есть здесь две кисточки, посмотрите, не падай, здесь кисточки Джордани, и я от них в восторге, вот эта кисточка у меня плавно перекочевала к дочери, потому что у нее раз в месяц съемки, и им делают то, тональный крем наносят, и один раз, когда у нас была фотосессия, дочке нанесли чужой кисточкой тональный крем, и после этого у нее была сыпь на лице, да, то есть кисточки, они должны быть индивидуальны, не давайте своей кисточке кому-то другим, особенно для тона, это все-таки лицо, это ее кисточка, то есть она лежит в ее специальной косметичке, там же, где ее тушь, когда идут съемки, идет подкрашивание, хотя в принципе сейчас фотосессии, директор агентства запретил деткам подкрашивать кончики ресниц, только тон для того, чтобы фотографии были шикарными, шикарными и удачными. Последнее мое приобретение Make Up For Ever, она стоит 3 800, это вот просто бомбически втушевывает, румяна, ну вот, ну, это просто песня, это тоже новинка в Make Up For Ever пошла, вот, но, знаете, по ощущениям, по мягкости, по, эта синтетика идет, у нас есть, вот как раз таки, я вам хотела показывать, Джордани, да, она вот по ощущениям, что-то ей схожее по ворсу, очень приятное, а как ей пользоваться, ей в принципе можно делать вот так, вот зажимаете пальчиками и делаете контурирование, тоже можно сделать, также можно использовать, как пудру вы наносите ей, да, но вот, а для меня вот сейчас вот просто я играю, скайфую, то, что вот здесь вот скошенный ворс, то есть вот так вот я втушевываю румяшки, ой, вообще такая прелесть мягкая, и здесь я не знаю сколько тысяч, волосков, вот как-то вот, я все время забываю, то ли 50 тысяч, то есть там вообще многотысячная, и она очень-очень приятная, кроме того, удобная с собой брать, вот если я еду куда-то в поездку, я всегда беру вот эту кисточку, именно из-за футляра, потому что насколько бы мне классно, мне нравилась вот эта кисть, и даже я ее как пудру использую, чуть-чуть припудривая, да, ну, ну, она, ну, в косметичку кидать это неэстетично, я даже сейчас задумываюсь о том, что кисточки, которые у меня открытые, чтобы такой вот чехол был, футляр, который закрывает, чтобы как можно меньше пыли на них было, мы плавно переходим к разделу с аксессуарами, если вы смотрели мои прошлые каталоги, то я вам говорила, что ну вот как-то что-то в этот раз, я ничего себе не заказала, потому что в последнее время мне нравится серебро, холодные такие оттенки, и я все беру в серебре, я отказалась напрочь от золотых украшений, я покупаю серебро, либо белое золото, и когда у нас была вечеринка в Пальма-де-Майорка, я увидела Наталью Гришаеву, она была в обычных штанах, черные штаны, не помню, то ли водолазка что-то, но на ней был вот этот комплект, и это смотрелось, как будто у нее вечернее платье, это роскошно настолько, она говорит, Ирина, это все было придумано буквально на раз-два-три, и я зацепила взгляд, потом у нас вчера, ну вот несколько дней назад, у нас был банкет директоров, и видела столько красивейших женщин, либо вот в этих сережках, либо только украшения, что первым делом, когда банкет директоров закончился у нас, в этот же день я стала набивать заказ, и с 50% скидкой заказала, как это ожерелье, к сережке, так и ожерелье, но вот в повседневной жизни сразу одевать и вот это, это вот это, это тумач, это слишком много, слишком ярко, если это будет вечернее платье, да там, и представляете, как это круто будет смотреться под водолазку, поэтому смотрите, сейчас что я делаю, да, вы меня видели, что я была в этих сережках, все время, сейчас я убираю серьги, я оставляю только ожерелье, потому что вот это, это немножечко многовато, но в повседневной жизни вы можете какой-то, смотрите, вы вот так вот даже уберете, это будет круче смотреться, ну давайте, в принципе, я сейчас уберу, немножко изменив образ, мне захотелось поменять оттенок помады, сделать его более ярким, более вечерним, и как официальному обозревателю мне пришла новиночка, новая помада, это бархатная эволюция из кремовой текстуры в матовый финиш, это новинка, и мне не терпелось ее попробовать, посмотреть, какой же это будет эффект, и эта текстура новая, новая формула, новая технология, первое, что отличается, это аппликатор, он уже другой, то есть сверху небольшой, как бы бугорочек, в форме лепесточка, а с другой стороны, это прямое сточенное, покрытие, хотел сказать, ну в общем, вот такой вот он, посмотрим, я вчера его наносила, и проводила вебинар, мне он понравился, сейчас покажу вам, нанесла помаду, ни в коем случае, ее не надо растирать, прихлопывать, нужно дождаться, чтобы она схватилась, подсохла, и трансформировалась в бархатную, матовую текстуру, и номер карандаша заканчивается на 558, такой макияж у меня получился, губы сочные, соблазнительные, мягкие, нельзя дотрагиваться, она должна, она должна зафиксироваться, это будет новиночка, хочу попробовать, вот такой вот оттенок, закажу себе, и уже думаю про вот этот оттенок, все-таки, не знаю, а может быть еще бежевый, я подумаю еще, что скажу, что последнее время, когда у нас, помните, только появились вот эти мусовые помады, сначала она мне зашла, потом я как-то в них разочаровалась, они мне не понравились, а потом вышли новинки лучше, я не могу сейчас 100% заявить точно, но мне кажется, что эта формула самая удачная, самая лучшая, я ее носила только один день, поэтому в следующих обзорах, когда я буду снимать видеообзор вот этого каталога новинок, я распробую и уже вам скажу, насколько мне понравилась эта помада, либо не понравилась, ну вот скажу, что не понравилась такого сразу, нет, она интересная, и тоже я вчера записывала видео, точнее, вела прямой эфир, вебинар, я проходила с ней, то есть очень много, достаточно много говорила, и она оставалась на губах, то есть достаточно комфортная и устойчивая, дальше у нас идет раздел ароматов, и я вас прошу, ко мне на банкете директоров и на мегафоруме подходило очень-очень много человек, и я всем говорила, когда вы говорите там, Ира, спасибо, наше ваше видео очень помогает разобраться в продукции, мы всегда смотрим, только после вас делаем заказы, и практически всем я говорила, ваше спасибо, это ваши комментарии, чтобы вы писали о том, какие вам нравятся продукты, какие новиночки, фишечки, что вы для себя взяли в этом каталоге, что вам нравится, что вам не нравится, потому что человек мнение одного, это субъективно, когда мы говорим это много, мы проговариваем это круто, и я вас прошу, ароматы, это сугубо такое личное, напишите, пожалуйста, ваш любимый аромат, со скидкой в этом каталоге, женский и мужской, и когда я хотела то же самое сейчас показать вам, вот какой бы аромат, куда вот у меня в первую очередь потянулась рука, это тубероза, и как-то в прошлых каталогах я себе взяла этот новый аромат, но что-то, еще одна новиночка появилась, еще одна новиночка, и так я его не открыла, и я прям сейчас при вас открываю этот аромат с туберозой, это вот когда вы хотите аромат, говорить ой, я там Литуаль покупаю, там у меня там супер дорогой аромат, вот этот аромат, он настолько крутейший, он настолько премиальный, он настолько, вот он бомбический, шлейфовый, и вот он роскошь, это роскошь, это дорого, это стильно, тубероза форево, это май лав, так же как и, так же как моя любовь, это около, наверное, восьми флаконов у меня их было, но сейчас я чуть-чуть отставляю на второй этап, на второй план, потому что я настолько привыкла к этому аромату, что я не чувствую даже, как он раскрывается, но когда я еду на вечеринке, на конференции, у меня всегда мини-версия этого аромата, это роскошь, это шикарный, и вы его можете получить в подарок, если вы не зарегистрированы в компании Арифлейн, или просто пригласите новичка, сделайте, помогите ему доделать заказ до 100 баллов, и заберите себе этот аромат. Также, ну вот компания сейчас реально заваливает акциями, и сейчас новая рекрутинговая компания, если ты новичок, размещаешь заказ всего лишь на 1000 рублей, то регистрация и доставка бесплатная, если ты размещаешь заказ на 50 баллов, то тебе легендарная тушь 5 в 1 в подарок, ну а если в течение трех недель у тебя будет заказ на 100 бонус баллов, то ты получаешь еще вот эту туалетную воду за 199 рублей. И самое классное, самое выгодное, это брать, например, набор по уходу на вейдж, он стоит около 4000 рублей нам, а так около десятки, то есть минус 20%, то есть там 5 с копейками, минус 20%, вы уже получаете тушь, туалетную воду, и самое классное, вы участвуете в розыгрыше подарков. 300 смартфонов, 60 ноутбуков, 6 денежных призов по 50 тысяч на Черное или Красное море и 2 автомобиля Киэсоу. 2 автомобиля, это если у вас будет заказ, 100 бонус баллов, а поверьте, с таким шикарным каталогом, где столько крутых, крутейших продуктов, которые работают, но это просто грех не сделать, ну так же, как и вы, а если вы приглашаете, то для вас гарантированный набор, вот если у вас новичок сделал заказ на 50 баллов, вы гарантированно получаете 130 тысяч наборов продуктов, 300 смартфонов, 60 ноутбуков, 6 денежных призов, 12 стильных машин и 2 автомобиля бизнес-класса Киа Оптима. Хочу вам сказать, что вы можете верить и не верить, но в моей команде в прошлом году была подобная рекрутинговая компания, у нас был выигран смартфон и ноутбук, или 2 смартфона ноутбук, это классно, и в параллельной команде мы слышали, когда у девчонки, когда просто вот там верещали, там не знаю, когда новичок выиграл машину, да, это вот здесь, это рядом, и это честная компания, когда ты видишь, вот они люди, вот они их эмоции, и это не где-то подстава, где-то как-то, самое главное, еще за эти подарки компания платит налоги, это очень важно, поэтому участвуйте, делайте, рекрутируйте, приглашайте людей, потому что компания Арифлэн, это офигенная компания, которая пришла на века, может вы где-то как-то попробуйте, где-то как-то, но компания Арифлэн пришла на века, и то, что нам говорили, проговаривали, за этот год, она так сумасшедше выросла, она с 17-го места мирового рейтинга вышла на 10-е место, у кого-то кризис, а кто-то бешено растет, присоединяйтесь к нам, в нашу команду, в нашу компанию, и растите вместе с нами, ну а мы продолжим дальше рассказывать про те продукты, новинки, фишки, которые проходят в этом каталоге, в заказе Giordani Goldman, это для мужчины спрей, почему-то в этом каталоге не было шариковых, а я, а я забыла, и у нас закончились запасы шариковых ресторантов, поэтому, нет, в следующем каталоге буду искать акцию, буду затариваться, вот так вот всегда, вот всегда, вот я делаю заказы, я заказываю много продукции, и всегда что-то заканчивается, и когда мне говорят, ой, я полистала, и нечего там в каталоге, ребята, может у вас другая проблема, у вас не на что купить, тогда мы вам тоже поможем, но то, что нельзя выбрать из каталога, но я даже не знаю, ну, ну не знаю, честно, и когда мне говорят, о, ты пользуешься Арифлеймом, да, ты этим пользуешься, ребята, я что, так плохо выгляжу, да, ребята, я в компании Арифлейм уже 16 лет, я что, так плохо выгляжу, у меня что, так плохо сохранилась кожа, такие хреновые волосы у меня, ой, плохие волосы, да, ребята, я пользуюсь косметикой Арифлейм, я люблю ее безграничной, если бы это мне компания не нравилась, косметика, я бы здесь не работала, потому что я не хочу портить свою жизнь, она у меня одна, я не могу ее сделать репетицию жизни, я люблю безграничную Арифлейм, я приглашаю вас менять свою жизнь к лучшему, делать как внешнее преображение, внутреннее и зарабатывать достойные деньги и с семьей кайфовать и жить, жить, а не проживать жизнь, так, все, пошла опять на продукцию, вы мне просто привыкли, что я продуктовая, да, продуктовая коммуникация, на самом деле, я же топ-лидер компании Арифлейм, я могу дать вам больше, чем просто какие-то продукты, вот, это вы меня просто видите вот так вот, в обзорах, что-то разговорилось, ладно, продукты, уход, в прошлом каталоге я вам активно рассказывала про уход за лицом, про мои любимые продукты, про серии, да, и я бы вам сказала, чтобы вы посмотрели это видео, и там я рассказываю о том, чем я пользуюсь сейчас, что приносит результат, не буду бегать в ванну, сейчас я пользуюсь этой серией против пигментации, она у меня заканчивается, и после этого я перейду на серию вот эту, вот я ее уже все собрала, это серия 40+, ну, кто меня знает, что у меня через полгодика 40 лет будет, вот, поэтому так, и, о, смотрите, какой мы на веночке придем, вот, эта новиночка будет в следующем каталоге, в Пальмаде Майорка мы все получили такой подарок, Акваглу, здесь 15 саше, я планировала всех использовать, и сказать вам результат, но наши постоянные гулянки, тусовки, поездки, мероприятия, я попробовала парочку и убрала, мне важно проанализировать, как работает это средство, когда нам презентовали, я сначала не совсем разобралась в этом продукте, и думаю, ну, что же в нем такого, что я поняла, что бомбически влияет на морщинки, на увлажненность, а то, что нам рассказали на мероприятии, на мега форуме, я просто обалдела, оказывается, клинически доказано, что через 15 дней приема этого курса, ваша кожа увлажняется на 24,9%, это клинически доказано, разглаживаются морщинки, и то, что вы наносите на лицо, оно не до конца проникает вглубь, а то, что с питанием идет, работает изнутри, оказывается, увлажняет кожу гораздо круче, и вот то, что мы там, ой, гиалуронка, гиалуронка, там какие-то суперкомпоненты увлажняющие, так вот, это примерно та же гиалуронка, только изнутри, оно увлажняет максимально кожу, 15 дней, 24,9%, 30 дней, это 29,8 что ли, 29 с копейками, и через 60 дней ваша кожа увлажнена на 38,5%, представляете, и это клинически, и говорят, то, что пробовали, компания Reflame вкладывает миллиарды, миллиарды в разработки новых продуктов, новых такие суперпродукты, и она не выдает какое-нибудь фиговое фуфло какое-то, компания делает бешеные какие-то бомбические запуски, и вот это они, как вот они связаны, делают wellness и уход за лицом, и говорят, пробовали, пробовали, крема не дают такого результата, как вот такой эффект изнутри, будем пробовать, будем тестировать, сейчас я буду пропивать курсом, и в следующем каталоге обязательно себе закажу, да, это не дешевая процедура, стоит 170 чем-то рублей, минус наша 20% скидка, но моя кожа, моя внешность мне дороже, я знаю, зачем я это делаю, вот, и даже чуть-чуть попробовав, не знаю, что, вот этот тональный крем, аквагло, несколько пакетиков, но уже состояние кожи моей лучше, и это гораздо круче, нежели, ну скажите, уход уходом, но когда вот я использую что-то вот новое в комплексе, я получаю другой результат, вот, больше подробной информации, у нас есть журнальчик «Бизнес-красота», там расскажут. Следующая страница, и у нас пошли волосы, масло, «Элео», ночное масло, стоит его брать? Стоит, оно классное, но почему-то я все забываю его наносить на ночь, вы знаете, есть такая привычка, 21 день попробую выработать, те дни, когда я его наносила на ночь, волосы обалденные, потом мне дочка забрала в свою комнату, чтобы мне напоминать, но вот как-то мы друг друга не напоминаем, и я уже поставила на туалетный столик, чтобы напоминать, не знаю, мне надо поставить, точно, мне нужно его поставить там, где зубная щетка, чтобы я понимала, что я ложусь спать, почистила зубы, умылась, и нанесла вот это вот масло, эффект классный, очень-очень понравилось, проговорив про зубную пасту, это вот покупка в этом каталоге, не знаю даже сколько со скидкой, 129 рублей, по-моему, как только зубные пасты в Арифлейм появились, с тех пор мы пользуемся только Арифлейм, единственный раз, когда я брала, мы были в Токио, я купила 4 пасты, но они были дорогие, по полторы тысячи, по-моему, каждая зубная паста, там какие-то пасты, которые восстанавливают эмали, как бы пломбируют ее, что-то таково рекламный ход, но вот чтобы такие там вау-вау, супер крутой эффект, я не почувствовала, то есть мы делали, мы заменяли один день этой зубной пасты, один день Арифлейм, потом пробовали курсом только эта зубная паста, потом чередовали Арифлейм, а сейчас просто у нас все зубные пасты закончились. Заканчиваю обзор каталога, последние странички масла с авокадо. Ой, девочки и мальчики, это что-то нереальное, это невероятно крутейшее, нежнейшее масло подходит, как и для ухода со волосами, так и для массажа. Вообще, я очень сильно люблю делать массаж, и доставляешь удовольствие своим родным, близким. У меня дочка любит делать массаж, она так, мамочка, мамочка, давай я тебе массажик сделаю. Вот, так что балуйте, балуйте любимых. Что у нас тут еще? Ну, гель для душа, понятно, ну, гель и гель для душа, мыло и мыло. И последняя страничка. За 199 рублей я взяла себе три комплекта. Три продукты, которые я всегда по таким ценам я беру про запас. Почему? День учителя, день еще кого-нибудь, просто как презент. У меня всегда есть повод подарить, и дешево, сердито, и приятно. Ну, ребят, ну, 199 рублей. Гель для душа и крем. У меня даже какой-то гель для душа, дочка открыла, уже не подаришь. Она сразу все вскрывает, она такая же, как и я, любительница всего вкусного, красивого. Последняя страничка – это наши ножки. Ножки и аромат, такой вот уже осенний, тыквенное масло. За ножками нужно так же ухаживать, как и за лицом. И заказала себе пилочку для ног, потому что в последний раз, когда я использовала, я поняла, что уже пилочка не та. Ну, вот, ребята, и вот скажите, вот я вам показала весь ассортимент, и когда мне говорят, ну, я полистал, ну, ничего себе не нашел, то ли женщины себя не любят, а как они вообще ухаживают за собой? О, и да, ребята, совсем забыла, у нас запускается концентрированный крем-скульптор для зоны шеи и декольте в следующем каталоге. Запишу отдельное видео. Та-да. Не знаю, у меня все постоянно заканчивается. У меня практически все шампуни, шампунь, кондиционер, у меня как минимум 2-3 вида стоит, они закончились. То есть у меня гели для душа, пока меня не было, дочка на слаймы всех вытянула. Вот как всегда, говорю себе, 15 минут. Ира, 15 минут, и всё. Но когда я начинаю листать каталог, я просто, я не могу молчать, рассказывая о своих любимках, о своей любимой продукции, о том, какой результат я получаю, или то, что мне не понравилось. Так что я думаю, что вы уже привыкли к моему сериалу, сериалу красоты. Желаю вам до следующей недели, следующей встречи, чтобы у вас этот месяц прошёл классным, офигенным, чтобы вы каждый день становились лучшей версией себя, чтобы преображались, экспериментировали, пробовали. И, конечно же, будьте счастливы. До скорых встреч.